Дорогие друзья, вы на канале Look2 и сегодня хочу с вами провести небольшой такой обзор по аккумуляторным опрыскивателям. Рассказать какие они бывают, какие сейчас есть на рынке и чем отличаются. У меня небольшой тут ряд представлен. Не буду никого рекламировать, не буду называть фирмы. Просто буду называть отличия, чтобы вы немножко ориентировались и для себя уже решали. Вот такой. Начинаем вот с такого маленького опрыскивателя. Чем он интересен? Это 5-литровый опрыскиватель. С одной стороны, да, маленький, легкий, удобный. Но с другой стороны, здесь очень слабенький аккумулятор стоит, всего лишь на 1,3 Ач. Ну и это как бы еще не беда. В принципе, для небольших каких-то работ по своему там, допустим, саду маленькому он вполне пригоден. Но здесь маленькая такая вот идет удочка, то есть сама палочка. Видите, какая маленькая. И соответственно не везде вы уже сможете подлезть. И плюс она еще не имеет насадок. Всего лишь одна вот эта насадка тут в комплекте. Вот она у нас распыляет не сильно и, соответственно, только у себя под ногами вы сможете распылить. Как говорится, на дереве куда-то высоко нет. И достаточно слабо. Этим опрыскателем я даже не буду прыскать. Вот. И не буду показывать, как он прыскать. Просто слабенький и самый дешевый вариант, скажем так. Следующий у нас уже будет 12. А, еще про это хочу сказать. То, что достаточно неудобная лямка. Ремень вот этот вот на одно ключо болтается возле ноги. Не знаю, насколько это удобно. Но, на мой взгляд, это не лучший вариант. Дальше. 12-литровый опрыскиватель. У меня два на данный момент представлено. Вот. Чем отличается? Здесь уже будет у нас 8 Ач аккумулятор стоять. Достаточно мощный аккумулятор, который, я думаю, на всю лето хватит, если прыскать в бытовых условиях. Там, например, 3-4 раза картофель попрыскать. Там небольшой сад из 50 деревьев. Я думаю, вы вообще ни разу не будете заряжать за все лето. Здесь у нас ручка. И она же крышка. Вот. Здесь у нас будет отдельно ручка. Вот она, отдельно крышка. Фирмы называть смысла нет. В принципе, все они достаточно известны и сделаны примерно одинаково. Небольшое отличие вот только в ручках. Отдельная ручка. И отличие еще у нас в ремнях. Здесь у нас ремни будут пристегиваться на вот такой вот пластиковый зажимчик. Как бы, ну, с одной стороны, достаточно хип, хлипленький такой. Но у меня есть такой прыскатель. Я им прыскаю уже вот с начала весны, ну, с начала этого года. Зажимы эти достаточно хорошо держат. На самом деле, если подходишь к ним аккуратно, не рвешь ничего, то нормально держат. Вот. Здесь у нас идут, например, металлические такие карабинчики. Сверху оно у нас держится на пластиковом зажиме крепко, но снизу крепится на металлический вот такой карабин. Ну, и, соответственно, немножко, я думаю, конечно, покрепче. Но ухо, за которое он крепится, вот оно. Оно у нас все равно пластиковое. Поэтому, как бы, ну, смысла, опять же, тоже особо на это обращать внимания нет. Вот. Вот. Если ко всему подходить аккуратно, то, я думаю, не будет никаких проблем. По поводу самих ремней, они примерно одинаковые будут. На всех опрыскивателях, я думаю, ну, ценовой категории, если там до 5000 рублей. Вот. И еще здесь у нас отличие такое. Можно снять аккумулятор. Вот. Так как на всех данных опрыскивателях аккумуляторы у нас нельзя хранить в перевернутом или лежачем положении. Стоять только вертикально. Поэтому, соответственно, ну, актуально это, я думаю. Можно снять аккумулятор, положить его аккуратненько, а сам опрыскиватель там куда-нибудь положить, подпихнуть в подвале там или в кладовке где-то, где он вам не будет мешать зимой. Вот. И также еще немаловажный момент. Это вот такие вот мягкие всякие защита спины. Здесь у нас она вот такая идет мягкая. Здесь идет вот такая рифленая. Ну, я думаю, что желательно, чтобы она была. Во-первых, потому что вы же заливаете это все-таки в холодную воду. И если кто-то прыскает без защиты, я имею в виду ни в куртке, ни в какой, да даже в куртке, она все равно будет промерзать и спину будет холодить. Поэтому лучше выбрать, чтобы это все-таки, этот элемент присутствовал. Я имею в виду какая-то защита спины. Вот. Далее, просто для того, чтобы как бы разбавить такой глаз, скажу вам, что бывают еще вот такие 16-литровые. В основном у них у всех ручка отдельно от крышки. Вот. Ну, вот такой конструкции бывает. У всех еще стоит индикация, которая нам показывает уровень заряда батареи и разъем под зарядное устройство. И еще также один такой немаловажный момент. На некоторых опрыскивателях присутствует, на некоторых отсутствует. У нас регулировка... Регулировка... Сейчас я вам покажу. Вот здесь у меня она. Регулировка давления. То есть вы можете уровень распыления сделать поменьше или же побольше. Вот. На некоторых она отсутствует. Но на мой взгляд, если вы для своего домашнего применения берете опрыскивки, как бы смысла в этой вот регулировке нет. Она же к тому же, если вы меньше распыляете, да, вроде как и расход поменьше, но и сами капли, они какие-то крупные получаются, и нет такого облака, как бы распыляющего. Не знаю, насколько это, конечно, полезная функция, и насколько она вообще нужна, и имеет ли смысл за нее платить. Она потому что все равно стоит денег, и как бы бесплатного ничего не бывает. Следующий опрыскиватель – это вот такой. Чем он вообще мне интересен, и почему он здесь стоит. Вот. Опрыскиватель имеет, помимо аккумулятора встроенного, еще вот такой элемент, который, если в случае у вас, если сел аккумулятор, вот, а вы где-то в поле там опрыскиваете, и вам надо срочно доделать свою работу, то вы, соответственно, прокачиваете, так же, как обычным ручным аккумулятором, вот этим мы опрыскивателем. Качаем, и он у нас, прыскает, как обычный, не аккумуляторный опрыскиватель. Вот такая вот история. Вот. Вот, прыскать, конечно же, в магазине здесь я не буду. Сейчас мы поедем в деревню, я возьму свой опрыскиватель, и расскажу про насадки, какие они вообще бывают. Примерно на всех одинаковые, ну, кроме крайнего. На крайнем ничего нету. На этих, на всех, идет количество насадок одинаково, и примерно распыляют они одинаково. Вот сейчас мы поедем в деревню, и там я вам еще расскажу, и покажу на своем опрыскивателе, на своем примере. И там же мы рассмотрим еще удлиняющую палку, которая позволит нам прыскать очень высокие деревья. Ну, все, поехали в деревню. Наконец-то, ребят, мы добрались с вами до деревни. Вот, и сегодня я покажу, как прыскает аккумуляторный опрыскиватель на примере своего сада. У меня больших деревьев нету, будем прыскивать маленькое вот это вот деревце. Вот, набрали свой опрыскиватель простой водой, пока без всякой химии. Просто ради того, чтобы показать принцип работы. И еще хочу рассказать про то, если у вас небольшие высокие деревья, про удлиняющую телескопическую удочку. Родная удочка, такая вот небольшая, и вот такие, как у меня, к примеру, деревья, даже чуть повыше, вы спокойно справитесь при помощи родной вот такой удочки. Она тоже телескопическая, ее можно сделать покороче вот до сюда, если вам не удобно. Или же, вот, вот откручиваете, что-то засовываете. Вот, или же на полностью, как у меня, вот эта вот максимальная ее длина родной удочки. Но благодаря насадкам можно попрыскать даже достаточно большое, вот, к примеру, как у соседа. Прежде всего, включаем опрыскивателем кнопочки положения ОН. Включаем и нажимаем на клавишу подачи. Если где-то начинают подкапывать, значит, просто плохое соединение. Надо посильнее затянуть, и все будет нормально, все работает. Вот, это стандартная насадка практически на всех опрыскователей. Она бывает такая, два сопла. Очень хорошее распыление. Им распыляем картошку, опрыскиваем помидоры, и также можно деревья пристать небольшие, вот такие. Вот видите, я, в принципе, вполне спокойно достаю, чтобы попрыскать мои деревья. Если у вас выше деревья, можно применить другую насадку, которая, ну, в моем, она идет в комплекте. Если у вас не идет, можно купить отдельно. У нее задача выше закинуть капли, но, соответственно, сами капли будут крупнее. Легкую пыль высоко не забросишь. Вот, она делает покрупнее капли, и, соответственно, они летят выше. Вот так вот она выглядит. Одеваем, закручиваем. Ее также можно регулировать. Вот, видите, у нее такие капли крупные. Она уже заполнен нам далеко-далеко. Не знаю, как показать, чтобы вам было виднее. И когда мы регулируем, можем сделать, что она тоже будет практически в пыль все сбивать. Видите? А так капли крупные, она забрасывает высоко-высоко. Ну, к примеру, я думаю, метров на 6 где-то закинет. К примеру, ну, капли будут крупные, соответственно, будет расход большой. Вы хотите сделать все аккуратно, и, соответственно, распыление более качественное. То есть, кто-то, бывает, и керхером запуливает высоко, но там расход вообще сумасшедший будет. Если же вам надо так сделать, аккуратно и высоко, можно применить отдельно, купив вот такую вот телескопическую удочку, которая нам... Вот я взял самую дыну, которую у нас в магазине есть. Это трехметровая. Стоит она 770 рублей у нас. Она универсальная и рассчитана на любой опрыскиватель. Не только аккумуляторный, но и простой и такой... Как его? Ну, обычный ручной, который вы качаете при помощи насоса такого. Сейчас мы как-нибудь распакуем, конечно. Чтобы она мне не распаковывается. Зацепилась. Так, и что мы здесь видим? Ну, соответственно, вот этот шланг, он нам не нужен. Это для таких опрыскивателей, которые насосом накачиваются. Мы отсюда заберем только вот эти вот две насадки, соответственно. Вот эти вот удиняющие. И саму ручку-пистолет. Вот эту вот. Вот. Если пробовать родную ручку подсоединить, то не всегда может подойти по той причине, что здесь отверстие будет тоньше. И палки вот эти вот могут не вставиться. Поэтому мы будем менять сразу весь вот этот пистолет вместе с удочкой. Вот так откручиваем. И прикручиваем уже вот этот пистолет. Так, прикрутил я. Теперь смотрите, какая история. Можно использовать, соответственно, без вот этого вот дополнительного метра. У вас останется только сама вот эта метровая часть. Прикручиваем. И здесь у нас есть телескопическое выдвижение. Вот досуга. Около двух метров палка получится. Включаем опять опрыскивать и пробуем. Оно видно или не видно. А вот оно, видите, распыление такое. Уже можно спокойно гораздо выше моего дерева попрыскивать. Вот, если же вам все-таки надо выше еще, тогда мы выключаем и добавляем еще дополнительный метр. Ну, это, конечно, уже для очень высоких деревьев. Сейчас мы ее соединим. На первый взгляд, конструкция кажется такой хлипенькой достаточно. Я когда продаю в магазине, бывают люди вот, хлипкая, хлипкая. Я говорю, но если ее сделать, допустим, из очень толстой трубы, то вы же ее вообще не поднимете. Как вы ее будете прыскать туда, я не понимаю. Вот, смотрите, три метра высота. Три метра. И какое дерево можно попрыскать? Включаем. Сейчас вода дойдет до туда. Надо затянуть. Контакты. И вон у меня аж где струя. Как бы мне вам показать? Отойду наоборот сюда. И вот у меня аж где. Вот, соответственно, я вот где-то метр восемьдесят у меня рост. И плюс здесь три метра. Вот, я могу спокойно, не распыляя крупными каплями, к примеру, используя вот эту насадку, впрыснуть на пять метров. Вот, просто так подняв руку и спокойно побрызгнув. Вот такие вот моменты. Выключаю. Ну, в принципе, ребят, в принципе, вот, как бы я понимаю, это не особо дорого, семьсот рублей, да? Мне пока вот достаточно вот этой вот спокойно прыскаю своей маленькой насадочкой. И вообще не напрягаюсь. Если надо, я сейчас очень часто прыскаю розы, примерно их там раз в две недели, наверное. Вот. Вот у меня стоит вот такая, на работе я прыскаю. Вот такая вот насадочка стоит. И вот вообще ей постоянно всегда, когда надо подальше чуть-чуть, настрою подальше там, чтобы не топтаться. Очень удобно. Вот. И вообще по поводу опрыскивателя аккумулятора, скажу так. Все, кто попробовал, хоть раз попрыскать аккумуляторным опрыскивателем, простым опрыскивателем уже прыскать не будет. Вот. Вот так я закончу видео. Кто хочет посмотреть внутреннее устройство, из чего состоят они, я сниму дополнительное тоже в помещении. Вот. Смотрите дальше. Кто нет, спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok